Продолжение следует... ...непосредственно на основании тех школ, которые есть и в Москве, и в Санкт-Петербурге, с их преподавателями, сразу. А там вот это уже будет вершинная площадка для высокого искусства? Да, да, да. Там будет театральный музей. Да, театральный музей, там будет театр оперы и балета и представленные экспозиции русского музея, музея Востока, Эрмитажа и Третья Кухня. Такой, ну скажем, очаг такой культуры на Дальнем Востоке. Площадка разделена на две зоны. Первая зона – это общеобразовательная часть и жилой фонд. В общеобразовательную часть у нас входит образовательная школа, музыкальная школа на 550 мест, хореографическая академия на 250 мест и музыкальная школа на 300 учеников. В состав образовательного комплекса также входят два интерната для учащихся и жилой фонд для преподавателей. Но жить здесь могут со всей России? Преподаватели, да. А, дети. И дети тоже, да. Дети со всей России. Отбирают и привозят сюда. В состав у нас от жилого комплекса входят три жилых дома и общежития. Жилые дома на 130 квартир, общежития на 250 человек. Учебный корпус хореографической академии. Процент готовности у нас 90%. Мы приступили полностью к чистовой отделке уже. Учебный корпус средней музыкальной школы. Тоже процент готовности у нас 90%. Приступили к финишной отделке полов, стен, покраске, потолки. На финишной системы все готовы. Внутренняя вентиляция, кондиционирование в полном объеме. В сентябре. Вводим в сентябре полностью образовательный центр. Это наша гордость. Будущее для города Владивостока. Многофункциональный центр. В состав него входит музей. Это Третьяковская галерея. Школа сценических искусств и театр на 1300 местах. И срок сдачи комплекса. 24-й год. Идем в графике. Сбоя никаких нет. Работа ведется в круглосуточном режиме. Мы здесь, Игорь Валерьевич, предусматриваем белорусский специалист. Мы отправили коллегам из Белоруссии полностью проектную документацию на зону театра и проект договора. Сейчас находится в стадии рассмотрения. Подготовили мы общежитие, посмотрели. Подготовили рядом находящиеся здесь подрастеление работников. У нас все готово. Столовая есть. Места проживания. Вы здесь видите, да? Да. А ты занимался этим? Конечно. Что мы здесь видим? Ну, пока работают 44 человека. Планируем до конца текущего месяца еще добавить 50. И к 15 мая еще 50. То есть, итого в середине мая уже будет 150 работников. Но мы в основном пока оказываем поддержку в честь завершения строительства непосредственно жилья и общежития. А с театром что можно делать? Будем помогать. Но главное, что если ты не можешь, не берись. Если взялся, надо сделать. Мы с Олегом Николаевичем еще проговаривали, что даже после завершения объектов на базе нашего строит-трансгаза мы создадим здесь мощную, сильную строительную контору, да? И будем по городу вести и строительство мостов, и дорог, и жилого фонда, как бы сохраним рабочий персонал. Создадим здоровую, сильную команду. Мы держим в кубышке, как только развернутся, сразу один строительный объект на 180 тысяч квадратных метров жилья. Вам, наверное, показывали сегодня на площадку. Вот, поэтому как только здесь разворот начнет, мы начнем втягивать в жилищное строительство. Хорошо, ребята, понятно. Разработаешь действие в этом направлении, главное не подвести.